привет россиянцы это снова я продолжаю снимать обзоры вашей великой родины известной в мире под названием российская федерация и сегодня я продолжаю обозревать город свободный свободный мне он кажется от нормальной жизни от нормальных условий от возможностей от будущего от подобных вещей и сегодня отправляюсь вот эту часть города где мы видим многоэтажную скажем так застройку возможно здесь что-то изменится да потому что мы обозревали уже вот южную часть города здесь полный пиздец невероятный трэш я записал три части обзора свободного также у нас был вот этот поселок дубовка ну в той степени в которой его можно обозреть а сегодня вот давайте уже отправимся сюда и просто здесь немножко погуляем я вам что-то расскажу на самом деле если вы прочитаете название то вы уже знаете о чем я вам расскажу а если нет то тогда небольшое объявление для ботов коих в комментариях под моими видео большинство значит это видео не об украине не имеет никакого отношения к украине кроме того что я сам из украины я не сравниваю россию с украиной и вообще писать про украину в комментариях нет никакого смысла потому что это видео о россии о населенном пункте свободный свободный итак давайте двигаться по улице репина ну вы сами видите какой прекрасный шикарный двор сразу перед нами то есть просто невероятно блять как этот свободный может меня поразить буквально с первого с первого блять сброса десантника и это просто невероятно населенный пункт и кстати говоря вот если открыть общий план да то на вот этой железной дороге насколько я понимаю здесь еще целая масса вот подобных населенных пунктов и я обязательно сделаю обзоры их всех потому что я чувствую там будут перлы покруче чем свободно потому что свободный это якобы крупный населенный пункт по меркам вымирающий но все-таки крупный так давайте вернемся назад на улицу репина посмотрим на этот двор еще раз посмотрите ну как как это блять возможно посмотрите здесь какой-то невероятный срач невероятный гадюшник какие-то гаражи здесь просто огромная пыльная грязная площадь здесь припаркована какая-то японская бушная тачка рядом с каким-то на советского периода архитектурным объектами так понимаю для выбивки ковров уж такое и здесь люди сужат белье это вообще это как анекдот какой-то знаете тут машина проезжает пыль летит кстати это не просто машина это военный камаз то есть это люди которые сейчас скорее всего на этом камазе где-то в украине воюют грабят насилуют убивают украинцев здесь люди сушат белье покрышечки ну в общем посмотрите на этот просто плетейший пиздец но надо отметить что здесь хотя бы сами фасады плюс-минус смотрится симпатично то есть я не могу сказать что этот дом совсем печальный выглядит дом нормально что удивительно так окей давайте двигаться дальше но мы сами видите грязь лужи полный какой-то абзац возле многоквартирного дома сами видите в каком состоянии канализации то есть просто ужас так можно заехать во двор посмотреть прекрасно люблю такое и кстати но если постараться не видеть эти уродские покрышки то во дворе действительно можем отметить новую детскую площадку и за нее поставить первый лайк свободному в этом обзоре но в основном как вы сами видите полная жепа и кстати почему-то здесь нет деревьев не знаю почему-то люди не любят деревья во дворах и может они здесь как-то плохо растут а может они были и их не стало в общем не знаю почему но деревьев нет так ну вот такая картина репина ребят смотрите на это это сверхдержава это великая страна это россия деревянные столбы посмотрите во дворах обалдеть посмотрите на этот гадюшник вот поэтому я снимаю свободный скорее всего в пяти частях я думаю в пяти частях исправлюсь сегодня в продаже посмотрите просто невероятно улица ленина кстати обычно центральная во всех русских городах а кстати где эта улица ленина ты тут эту карепина вижу так ну окей давайте дверца дальше не будем задумываться об улицах ну вы сами видите сюда кстати вот здесь такая вот зона засажена деревьями за это лайк они хотя бы немножечко но спасают внешний вид от населенного пункта но представьте что здесь зимой это вообще ужас это настоящий ужас это даже показывать людям нельзя так двигаемся по репина дальше но такая бедность на такая нищета такой ужас все такое разваленное полу разрушена а вот на улице ленина мы не попадаем так давайте вернемся на общий план вот ленина и мы кстати видим да что вот здесь построили новый дом не не понял я с какой стороны но это не суть то есть мы видим на старых снимках тринадцатом году здесь дома никого нет а он уже построен то есть отмечаем что какие-то изменения все-таки есть построен был дом за это за это что мы ставим лайк или не ставим я думаю не ставим потому что ну что-то такого построили построили так давайте здесь посмотрим так здесь вот такой дом относительно ну не буду говорить старый не старый просто дом так ну и вот мы видим постреле какое-то сооружение непонятное сзади какой супер срач во дворе это просто что-то невероятное на заднем плане происходит то есть буквально вся территория засрана тут какой-то забор который как бы отгораживает эту территорию вот 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 этой богатой жизни ой блин я не могу такой островок островок типа элитности местные тут посмотрите один кондиционер так решили люди поставить причем это супер какой-то дешевый дерьмовый кондиционер они решили вынести сюда но окей так давайте двигаться дальше смотреть смотреть на эти красоты но я не хочу ничего пропустить поэтому часа буду возвращаться вот на общую карту так вот этот дворик давайте посмотрим вот на таких деревянных конструкциях сушат люди свои вещи вы посмотрите какой ужас люди ну вы сами все видите правильно то есть вы сами все видите и я не придумываю это я я ничего не не фотошоплю и ну просто свободный это невероятное какое-то место то есть буквально куда ни ткни полный пипец какой-то полный просто невероятный какой-то супер трэш это просто просто англию был ребята просто англию был это что-то с чем-то это свободный мне кстати написали в комментарии о вот этом новом жилом скажем так районе массиве который здесь строится вот буквально сейчас то есть очевидно что спутниковые снимки они относительно свежие и оказывается здесь будет какой-то газораспределительный терминал большой и вот для работников этого терминала строится строится вот эта жилая часть все это будет только острова благополучия в этой клоаке кстати вот еще смотрите новые дома здесь строится прямо город как будто бы сейчас буквально оживает а то есть я смотрю на какие-то старые карты дерьмовые но они уже якобы якобы по комментариям ботов ну и может быть не только ботов вот эти все снимки они все не актуальны то есть тут уже все прям совсем по-другому и так далее но я конечно не верю я прекрасно понимаю что быстро ничего не меняется и никаких чудес не происходит то есть если только сейчас строится в двадцатом году много новых домов для будущих работников газового терминала и это все в расчете на китай куда этот весь газ будет собственно говоря в перспективе гнаться но слушайте ребята тут россия может как бы давайте так я не буду говорить какие-то пафосных слов но скажем так в россии может все поменяться очень быстро то есть идет война она идет буквально за за я не хочу говорить за будущее россии потому что мне кажется на предопределено но она идет просто за то сколько путин еще продержит свою власть и то есть если русские будут готовы отдавать так подождите я вот и вот эти здания уже не хочу упускать потому что вы сами видите какие-то невероятные клоаки смотрите это жилые здания ребят это я не выдумываю улица мухина пожалуйста мухина 4 город свободный город в котором строится какой-то там нефте а вернее газовый терминал какой-то крутой город а вот это что будет с этим мне просто интересно неужели кто-то думает вот что он мне напишет у тебя старые карты здесь все по-другому там построили новое я верю построили новое здорово а с этим что сделали этих людей пересидели в новое нет они точно так же будут жить в этом дерьме от того что сюда приедут какие-то газовщики от того что часть местных получит работу там и будет может быть иметь возможность взять эти новые новое это жилье в кредит это не значит что вот это все исчезнет чудо не произойдет то есть это просто создаст вот такой контраст но вы сами видите эти дома это невероятные трущобы невероятно чтобы это полный пиздец это невероятный трэш поэтому я так детальнее возреваю свободный смотрю во все дворы залажет заезжаю но посмотрите какой ужас посмотрите просто невероятно какая бедность какая бедность какая жепа посмотрите на эту детскую площадку просто такое чувство что ее местный какой-то мастер слепил из того что было машина вот такие вот такой кадр на ну вот так вот так делаем и пишем комментарии 1970 найдите называется хоть что-то что здесь не соответствует этому году ничего не найдете здесь вот эти стенки вокруг мусорника какую функцию не вообще выполняет интересно было бы узнать то есть крышу как бы уже не потянули не хватило бюджета или что блин спасибо конечно гуглу за то что он света цифровал просто невероятные кита клаки просто просто нужно это для истории нужно для истории просто чтобы люди которые будут изучать и войну вот современные вот эти все российские преступления чтобы они могли открыть карты через 50 лет а просмотреть карты там тринадцатого года и просто понять понять россиян да понять что если вы живете в таком говне в такой клаки в таком ужасе посмотрите здесь посмотрите здесь это это все не выдумано ребят это все реально русский русская русская действительность обалдеть блин свободный меня поражает просто поражает и это при том что я уже сделал под 100 обзоров русских городов но естественно на картах я я уже давно то есть поверьте я видел многое но свободно это конечно это место которое может еще поразить так вот возвращаясь к этому газовому терминалу ко всей этой истории то есть мне вот пишут что якобы все по-другому и так далее это второй по популярности комментарии то есть как я говорил это видео не об Украине не о сравнении с Украиной а второй по популярности комментарии это вот как раз вот оконченный комментарий под названием здесь все по-другому но если вы бот если вы каким-то образом там модерируете этих ботов или вы какой-то скрипт который занимается но не пишите эту чушь потому что потому что если вот это здание здесь стоит с пятидесятых кто здесь ничего принципиально поменяться не может да кстати здесь надо отметить сделано по моему крыша или она просто в хорошем состоянии так как я не буду двигаться здесь хаотично как обычно я уже уже говорил что свободный нужно обозревать полностью и кстати этот выпуск я собираюсь назвать шпалы а пока собственно не нашел почему я дистанция электроснабжения дистанция окей а почему я хочу назвать его шпалы я вот собственно еще не нашел повода рассказать но давайте я сейчас положу по частному сектору я вам гарантирую что я найду этот повод очень быстро просто гарантирую вот смотрите я его нашел в предыдущих частях мы вы могли видеть что очень много вот таких сооружений в основном конечно нужно признать гаражей но были и жилые дома значит они построены и шпал шпалы обрабатываются невероятным дерьмищем под названием криозот под давлением как правило деревянные шпалы пропитываются это горючий материал криозот который защищает дерево от гниения от каких-то паразитов и собственно делает эти шпалы очень долговечными но естественно он делает их и крайне токсичными вредными для человека и вот здесь свободным я уверен увидел просто невероятную количество невероятное количество зданий построенных из этих шпал все это говорит о какой-то феерической просто невероятной тотальной массовой крайне печальной бедности этого региона и этих людей и это меня настолько поразило я я просто ну вот честно я может быть наверное и из-за этого делаю вот такой подробный обзор этого свободного потому что но но я не верил просто что так много может быть зданий построенных из бушных шпал то есть я не верил что так много людей настолько может не не думать о своем здоровье о своем будущем я я просто не мог в это поверить но это реальность свободного то есть свободным люди реально строят из этих бушных дерьмовых шпал гаражи это подсобные здания а некоторые даже жилые здания то есть это очень популярный местный строительный материал вот просто еще одно такое здание вот такая история то есть это история путинского успеха люди вынуждены строить из бушных шпал вот такая история ребята такая история я еще буду развивать эту историю позже потому что все таки здесь какой-то маленький такой прокатный переулок вот такой маленький пятачок не хочу вот сейчас сюда уходить позже буду делать давайте сейчас посмотрим еще улицы вот здесь в районе стадиона как люди живут стадион то как правило центральной части до города поэтому давайте посмотрим как выглядит все возле стадиона ну вы сами видите то есть вот люк пожалуйста смотрите канализационный был посмотрите на вот это это все буквально ну посмотрите на вот это все на за пейзаж это просто какое-то невероятное вымирание это все буквально в ком-то минимально на каком-то минимального расстояния центрального стадиона Посмотрите на этот дом Посмотрите на этот ужас Посмотрите на вот этот столб какой-то непонятный Ну здесь хотя бы кто-то что-то делает, да Кто-то эту зелень приводит в порядок Пытается, по крайней мере, это делать Вот звезды в этом сталинском каком-то здании Ну и вот стадион, да, то есть пожалуйста Вот буквально я вам показывал только что какой-то мусорник невероятный Какой-то клоаку И мы вышли к стадиону, вот так Вот так здесь живут люди Так, вот какая-то стела непонятная Посмотрите, даже светофор, он как будто бы уже почти упал Вот, я теряю возможность говорить в свободном, честно То есть вроде, в принципе, не страдаю такой проблемой Но здесь я просто смотрю Блин, ну каждый кадр, каждый кадр просто клак Посмотрите, где дорога, ребята, где асфальт И куда я его, мышь изъел или что? Что случилось? Посмотрите на этот дом Ну, кстати, еще на фоне На фоне некоторых выглядит Даже хорошо Посмотрите на эту дверь Посмотрите на эти окна Посмотрите на эту лавочку На эти покрышки И вот этот человек здесь живет То есть это не выдумка никакая Это вот прям факт Люди здесь живут Смотрите на этот мусор через дорогу Даже не придумаешь все Это не на фотошопе Это не выдумаешь Это не Америка Это не НАТО Посмотрите Просто какие-то доски На входе в подъезд Обалдеть Собаки Какие-то бездомные Грязь Переулок Чехова называется Ну, вы сами все видите, ребята Ребята, вы сами все видите Посмотрите на эти дворы Я теряю, да, речи В общем, это был выпуск О шпалах Я вам быстро их нашел Очень Да, может не так много Как в частном секторе Это естественно Но они быстро нашлись Даже на том пяточке Частного сектора Который я посетил Оно, вы знаете Даже, наверное, я не назову Этот выпуск про шпалы Все-таки в частном секторе Будем Тогда Тогда про шпалы Еще раз вспомню Еще раз вам расскажу Про криозот Про то, насколько он вреден И так далее Мне не тяжело Но вот мы нашли В этом выпуске Вот много вот таких Хрущев Ну, просто посмотрите Здесь живут люди Это просто Невероятно Это кажется Каким-то просто Сюрреализмом Это кажется Чем-то фантастическим Но это Россия Посмотрите Здесь идет Какая-то девочка Школьница Здесь какое-то тело Непонятное Сидит просто На земле Что-то делает Здесь Какие-то почтовые ящики Которые явно Еще используются Да, тут какой-то Замок висит Но в основном Большинство сломано Все засыпано Мусором Там какие-то гаражи С каким-то Какая-то дверь Бэушная В этих гаражах Какие-то материалы Все бэушные Тут Все покосилось Все выпало Окна Какие-то все Старинные Деревянные столбы Дорога Дорога Без асфальта Грязь Посмотрите Как эта девочка Смотрится Нереально На этом фоне То есть Эта девочка Красиво одета В сандалях Которые одеты На колготки Ходят по вот этому Дерьму Ну как это все Смотрится Это просто Невероятно Это невероятно Я даже не могу Сейчас какой-то Район свободного Обозреть Просто потому что Я смотрю на эти Трущобы И Я теряю Даль речи Я просто Не могу Ребят Это российская Реальность Это Россия Это великая Вот эта страна Которая отправляет Своих мужиков Храбить Храбить Украинцев Внасиловать Их И убивать Это просто Невероятно Посмотрите Смотрите На вот это Смотрите На вот это Ну и вы видите Да Это все Реально Жилое Это не Какая-то Заброшенка Не Какая-то Честь города Которую Вывезли Куда-то И сколько Вы здесь Не построили Газовых Терминалов Ну вот это Оно Никуда не денется Ребят Ладно Я в общем Прошу прощения У тех Кто смотрел Три выпуска Свободном И ждал Какой-то Феерии В четвертом Но Но я сдаюсь Просто Четвертая часть Она такая вот Короткая Такая сумбурная Но Но вы сами Все видите Не хватает Не хватает Просто у меня Даже сил Это все Комментировать Поэтому Выпуск Назовем Трущобы И в пятой части Постараемся Добить этот Населенный пункт Надеюсь У меня Хватит сил А всем Кто смотрел На этот ужас Сегодня Спасибо Пока